Девушки отдыхают Здравствуйте. Думаю, сегодня не разорвет. Иван, Иван, здравствуйте. Как вы поживаете? Ну, все окей, нормально. Все окей. Ну, что скажете? У вас что-то фон поменялся. Слушайте, а вот это, кстати, мне нравится фон. Хороший фон или нехороший? Ну, неплохой, неплохой, да. Такой патриотичный немножко, но ничего, в принципе. Это вы сами нарисовали? Да, я занимаюсь наружной рекламой. Вот эту рекламку я сделал одному человечку. Здесь полностью нужно смотреть. А, ну как реклама, вполне замечательно. Это Карпаты написано, да, по-моему? Да, Карпаты написано. Я просто 5 букв увидел, поэтому я решил, что это Карпаты. Понятно. Да, это Карпаты. Там горы в этом, как его, говорю, Ташкент, Турк... Как это было? В Таджикистан. В Таджикистане нету гор, да. В Таджикистане нету гор? Я спрашиваю, я не знаю. В Таджикистане такие горы, в сравнении с которыми Карпаты, это холмики такие небольшие. Честно. Слышали, наверное, в Советском Союзе пик Ленина, пик коммунизма? Да, слыхал. Ой, это наша, тамошние мы. Еще там не было, но мы в Грузию ездили с Ивана Франковской, делили экспедицию в Грузию на вот эти горы. Мы восхождение делали. Это высокие горы, там вот это есть немножечко. Ну, там чуть-чуть повыше, чем Карпаты, конечно, но все равно до нас... Конечно, Карпаты небольшие, но я был на Урале, Уральские горы, Уральские горы, ну, не отличишь от Карпат, но климат другой. Там на Урале сухой климат, там клещи в лесу, там пойдешь и боишься клещей, а здесь ходишь свободно и много влажности в Карпатах. Ну, у нас, понимаете, у нас там такое место, где вот они рядом практически, вот это, у нас Памирские горы, Памир называется, потом Теньшань, Гималай и все это вот в одном месте. Большая гора тоже, ну как, относительно недалеко от нас Эверест. Так что у нас там, по-моему, 97% территории Таджикистана горы. Не понял, Эверест у вас там? Не-не, Эверест туда дальше, это туда дальше, это Тибет. Это же Тибет идет. Тибет, Китай в том районе, да. Ну, я говорю, они вот, вот эти горные хребты, они рядом, вот это, Теньшань, Памир, Гималай. А Тибет далеко от вас? Да, конечно. Тибет далеко. Нет, меня не интересует. Ну, я сейчас, тем более далеко, я сейчас вообще в Соединенных Штатах. Ну, я понял. А почему вы избрали вот Соединенные Штаты Америки, цивилизованную страну, а вот там, где правит диктатор, вы не хотите там существовать? А тогда диктатора не было просто, тогда был раздолбай, поэтому у меня оно не подошло. Вот когда я, у меня выбор был, у меня как раз был выбор между Украиной, вернее, между Россией и Соединенными Штатами. Ну, еще возможность была в Израиле. Я так посмотрел, в Израиле, в Израиле нас слишком много. А в России у вас раздолбай был, который продавали все и всех. Ну, остались Соединенные Штаты, слушайте, надо попробовать, как здесь. Вот так вот, чисто вот так, по логике вещей. Ну, это нормально, ваше решение правильно, я считаю. Ну, на тот момент оно действительно было правильно, на тот момент, да. А сейчас вы бы избрали Китай из жительства или все-таки Соединенные Штаты? Ну, Китай бы я не избрал в любом случае, я не очень сильно так, вот, любитель китайской еды. А если вот, к примеру, Россию и Соединенные Штаты, ну, вот сейчас вот меня, знаете, начинают небольшие сомнения терзать по этому поводу. Ну, не то, что там я перестал, там, скажем, уважать свою страну, я, это моя страна, это родина моих детей. Но, смотря вот, то, что в России, как они поднялись, неплохо, то есть, вполне так, достойно, достойно. Вы как считаете? Ну, я считаю, что скажи, кто твой друг, я скажу, кто ты. Вот Россия сейчас имеет главного союзника Корею, вот эту, там, где Ким Чен Ын правит, понимаете, это у него большой друг. Скажи, кто твой друг, я скажу, кто ты есть. Вот они дружат сейчас, как бы, вот так, и я, и я лучше избираю другую Корею, где цивилизованная. А кто у вас друзья, Иван? Где процветают. Кто у вас друзья? Сейчас для Украины весь цивилизованный мир. Цивилизованный, где гуманность процветает. Добрости. Где процветает человечество, человеколюбие, где какая-то существует мораль. Да, вы шо? А они ваши друзья? Конечно. Да, бросьте. Конечно. Вот смотрите, я сейчас, если одеваю украинский флаг, Украина, я прохожу по Германии, меня приглашают в рестораны, меня угощают. Мне дают квартиру бесплатно, ночую, потому что ты украинец, ты умирай и защищаешь весь мир. Если я одену русский, российский флаг, с российским, пройду по Германии, меня там избьют, я с синяками войду. Иван, вы же знаете, где я живу, да? В Соединенных Штатах. Вот если я иду по улице, как и многие американцы, и видят кто-то, не хочу оскорбить ни в коем разе, но если кто-то идет, и у него там накидки, ну не накидки, как ветровка, да, там, или майка, там, и написано «я украинец», мне пофигу. И кто со мной идет, ему пофигу. И всем остальным пофигу. Никто не будет вас в ресторан приглашать. Никто не будет вам бесплатную квартиру давать. Вообще, от слова вообще совсем. Да хоть что-то на себе, хоть шлем с рогами на себя одеть. Вот, знаете, это настолько пофигу. Опять же, я не хочу оскорбить украинцев, но если вы там решили для себя, что вы там, оно не так. Вот, я вам серьезно говорю? Я с вами согласен, Америка, да. Потому что Америка, там много, весь мир, много национальностей, народностей, там никто не знает, что Украина, там какой-то из Африки, там свои проблемы где-то в Африке, они не полностью интересуются, что Украина. А вот Европа, вот Европа, это Россия, Литву, или сейчас при Балтике разговаривали с парнями, они видят, что Украина практически поляки, это вообще Турция. Турки много избивают, поляки много избивают, здесь читаю в интернете русских. Кого избивают? Русских, русских туристов избивают, поляки, сейчас наберите, поляки избили, туристов там много, вот там избили, там избили, в ресторане избили. Русских сейчас везде избивают. Я могу с таким же, в Европе лишают номеров, там машины, все остальное сейчас, закон входит. В Европе сказали лаять, Европа лает. Европа делает то, что сейчас делает Европа, это идет против логики абсолютно вообще. Вот логики ноль на массу. То есть вас берут, вам дают деньги, вам дают жилье, то есть на вас расходуют. А туристы, которые могут приехать и платить деньги, и снимать отели, покупать какие-то товары, их не пускают. Где логика? Вот где логика? Я не вижу логики. Логика есть. Логика в чем мыслится? Что, ну, как бы, любовь спасет мир, вот логика, главное. Любовь спасет мир. Но когда люди, ну, вы хотя бы как нормальный моральный человек, вы осудили то, что Палестина вторглась в Израиль, и маленьких детей в клетке отрезают головы, и в ничем неверных гражданских людей там убивают, вы как нормальный цивилизованный человек, каждый нормальный цивилизованный человек для этого это дико. И вы как нормальный человек, вы должны это осудить в первую очередь. Я, опять же, я никому ничего не должен, но то, что кадры я видел по телевизору, это даже не животные. Вот так вот, даже животные со своими себе подобными не вытворяют. То, что выкинули они, это было просто, это верх чего-то, чего можно было бы видеть. Понимаете, это вот невозможно даже себе такое представить, что люди могут такое сделать. Соответственно, сейчас идет такая же реакция Израиля. У меня такое ощущение, что вот это вот все ужасы были спровоцированы для того, чтобы Израиль тоже не подвергался никаким сомнениям и вел себя именно так, как он себя ведет. Я понял, я понял. Мы сейчас к этому придем. Тогда скажите, если вы вот так ответили, что это действительно для вас уму непостижимо, почему же Российская Федерация во главе Путина не выступил, не осудил. Это как бы зверство. Не осудил. Не сказал, я осуждаю насилие эти, ну как бы зверства. Или как, ну типа этого. Весь мир, не весь мир, часть мира разделилась на две стороны. Часть цивилизованного, как вы говорите, мира поддерживала Израиль. Часть арабского мира поддержала Хамас, Палестину. То есть поддержка Палестины, я еще понимаю, поддержка Хамаса, который вытворял такие вот вещи, я не понимаю. К примеру, да, опять же, палестинцы, это женщины, мужчины, дети и все остальное. Понимаете, они гибнут. Блокады и все остальное. То есть я пойму арабский мир, который поддержал мирных людей. Те, кто поддержал Хамас, который вытворял вот такие вот фокусы. Да, я опять же говорю, фокусы, не дай бог, никого оскорбить не хочу. Так не должно быть. Так не должно быть. То есть сейчас идет большой конфликт цивилизаций. И дай бог, чтобы они разрулили и не начали кидать чем-то тяжелым друг по другу. Понимаете, вот это вот, дай бог, чтобы на этой территории маленько разрулились. Вот на этом слове остановился большой конфликт цивилизаций. Это бы я еще дополнил. Большой предел мира. И в этом переделе мира страны, которые, я не хочу подбирать их слово, они должны прекратить существование. Вот это Палестина, им нет места среди цивилизованных людей. После этих поступков, по-русски будет, после этих действий, пусть будет по-русски. Им нету места среди цивилизаций. И поэтому Палестина должна прекратить свое существование. Она должна взять под контроль как нацистская Германия. И их нужно перевоспитывать где-то лет 20-30, чтобы они совсем стали другими мыслями. Чтобы мозги были другие. И они поняли, что нельзя так делать. С детьми, с ничем невидными людьми. А вы, баденька, фашист. А вы фашист. Да, фашист. А вот нацистская Германия поменялась. За 40 лет они поменялись. Вы фашист и нацист. Вот фашисты, фашисты были в Германии. Они сейчас стали цивилизованы. Они были больны фашизмом. В фашистской Германии Гитлер был больной. И нужно было 40 лет их контролировать, чтобы они эти зверства не делали. То же самое нужно делать с... Иван, Иван. Давайте вот Израиль с Палестиной. Они сами между собой разберутся. Эти два народа живут. Конечно, конечно. Вот это правильное решение Израиль сделал. Что объявил войну. Это обозначает, что нужно пойти. И руководство Палестины нужно контролировать. Сделать более цивилизованным. Где-то за 23 лет они мышление поменяют свое. Война никогда не является правильным решением. Война всегда последний аргумент, когда не хватает возможности договориться. То есть, то, что сотворили хамасовцы по отношению к Израилю, я в этом вижу не только вину Хамаса, но и вину Израиля. Как такое могло случиться? При вашей разведке, при вашей армии, при всем при том, вы не обеспечили безопасность своих людей. Как можно было пропустить то, что готовилось целый год, по словам вот этих же хамасовцев. Целый год. Где ваши информаторы? Где все? Где ваша хваленая разведка МОСАД? Где ваше все-все-все? Поэтому то, что они там, они живут там столетиями. Они с собой разберутся и не надо туда... Ну как? Если лезть туда, то попытаться их развести в разные стороны. Развести. И хватит. Хватит. Не убивайте друг друга. Потому что с одной стороны уже тысяча человек погибли, с другой стороны тысяча погибли. И гибнуть продолжают. И это ничем хорошим не закончится. А ваше вот это вот зверское вот такое, знаете, нацистское, их огородим, застроим, всех нагнем, будем лечить. Ребят, поэтому от вас ушел Крым, поэтому от вас ушел Донбасс. Потому что вот эти вот мысли. Мы всех вылечим, мы всех научим. Надо уметь сосуществовать. Я отвечаю, я отвечаю. Вы сказали за войну, за войну я отвечаю. Война это в первую очередь передел мира, переформатирование. Но если передел мира происходит за счет войны, это происходит очищение. И более, ну, нету места, как бы, если люди более развитые, у них нету места для людей, которые подвержены каким-то насильственным похотям, похотям по-русски, извращенцам. Как-то это нету среди цивилизованных людям и извращенцам. И вы правы. Да, вот эта война меняет, будет менять Израиль изнутри. Они поймут вот эти ошибки, пройдет очищение, и они намного будут сильнее после этого. Так же, как и Украина. И в этом миропорядке я так вижу то же самое, как и Палестина, Российская Федерация, как извращенец, как он не может извращенец сосуществовать с человеком нормальным, которому дорогие моральные принципы и моральные какие-то обычаи. Извращенец не может сосуществовать вместе, вы должны понять. И поэтому Палестина, как и Российская Федерация, прекратят свое существование, как нацистская Германия. Давайте я вам такую вещь скажу. Смотрите. То есть, сжигать людей, привязывать их к столбам, обливать зеленкой, засовывать их в мусорные баки, вырывать их из-за стола с автоматами. Это нормальные люди себя так ведут. В какой нормальной стране такое еще происходит? Вы с чего вдруг решили, что вы вдруг нормальные? Кто вам такую вещь сказал? Нормальный человек не будет желать смерти такому же человеку, а вы это желаете. Нормальный человек не будет желать пожара в доме соседа, а вы это желаете. Вы сами, Иван, только что это пожелали. Понимаете? Нормальный человек этого делать не будет. Вы как-то меня не понимаете. Я сказал, ну вот моральный человек, который имеет какие-то гуманные ценности и извращенец. Вот извращенец, человек, который имеет... С чего вы взяли, что я извращенец? Вот вы можете, сейчас война происходит два года, вы можете доказать, что наши самолеты бомбят мирное население России. Вы можете предоставить какие-то доказательства, что-то сказать, что мы бомбим там мирное население, мирные дома бомбим. Где это было доказано, показано, или как это делает Россия. Вы немножко, ну немножко живите в реальности, не отрывайтесь от реальности. Подождите, бомбить мирные дома и извращения? Вы какие-то фантазии мне наводите, кто-то привязывал, кто-то бинтом, но это привязывало, это не отрезал голову, это привязывало, какие-то были, ну я не хочу здесь подробности вводить, но вы какие-то фантазии сейчас доказываете. Я реальные вести, два года война, ну откройте глаза немножечко, открывайте глаза, проснитесь. Я не понимаю, у вас, у вас тяжелое детство было, что вы поддерживаете вот эти какие-то извращения, что делает Россия сейчас на Украине. у вас тяжелое детство были, или как там, потому что у вас какие-то наклонности к насилию. Это насилие, чтобы Россия захватывает наши территории и убивать людей насильственно, и хочет заставить украинцев быть русскими, насильственными. кому вы нужны русские, слушайте, у меня к вам вопрос, вот сейчас ваша власть, ваша собственная власть, украинская, говорит, мы зайдем в Крым, мы его отвоюем, мы проведем чистки, мы всех несогласных выгоним, мы, 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 от них ничего хорошего я не слышу, сплошные наказания, мы так рассортируем, мы понизим в правах, мы сделаем это, мы сделаем это, так кто нацист? Кто нацист? Отвечаю. Давай. Если украинская армия заходит в Крым, там будут со слезами, со слезами встречать украинскую армию. На коленях бабушки падать будут, там нас ждут, там не дождутся, там насилие. А когда российская армия входила в Херсон, там встречали их с нашими флагами, там не боялись, расстреливали солдаты. Наших мирных людей сажали подвалами. Вы понимаете, в чем дело? Нас с радостью там будут встречать, с цветами в Крыму. А вас не встречают здесь, в Украине, с цветами. Не встречают. А нас будут там встречать, хорошо. Там много ждут в Крыму нас. Вы это понимаете? Что такое любовь, что такое насилие? Вы понимаете? Ну, как бы, ну, я не понимаю, ну, где-то в детстве, у вас было тяжелое детство, что вы привыкли, вот, какие-то из расчетов, к насилию, к каким-то, ну, не знаю, насильственным действиям. Вы серьезно? Ну, я не понимаю, почему вы так понимаете? Я живой пример провожу. Нас встречают с цветами, со слезами в Крыму. Вас встречают в Херсоне с синими-желтыми флагами и с агрессией. Не уходите отсюда. На танки идут голыми руками. Ну, как это вам... Нет, то, что вы видели на танке голыми руками, это на ваши батареи шли, останавливали их, когда они шли... А вы видели, как бабушка падала на коленях перед нашими солдатами и молилась, Боже, главное, ребятка, что вы вошли и целовала вот бабушка нашему солдату. Вы видели вот эти кадры? Бывает. Возможно, бывает. Вы понимаете, что такое слезы счастья, и вас не ждут, здесь никто не хочет. Почему вы насильственным способом хотите нас, как бы, уничтожить, ликвидировать, как страну Украину? Зачем вам это? Что вам это принесет? Кто, как... Подождите. Кто, когда в руководстве, скажем, Российской Федерации, не ведущие шоу, а именно в руководстве Российской Федерации заявлял, мы уничтожим Украину? Кто-то заявляет... Это полным-полном каждый день Соловьев рассказывает. Стоп, стоп. Соловьев это шоу. Я вас спрашиваю... Подождите, Иван. Соловьев это не шоу. Иван, я вам скажу... Подождите, я доказываю за Соловьева. Я скажу за Соловьева. Соловьев это не шоу. Соловьев это человек, который озвучивает методичку, что ему скажут. Он скажет, там ему скажут, вот та, разговаривали. Он отрабатывает свои деньги. Если мы будем там в этом, как в России, Соловьев будет с удовольствием рассказывать, я бандеровец, я за бандеровца, я бандеровец. Он будет отрабатываться деньги, ему пофиг, что рассказывать. Вот Арестович, вот Арестович озвучивает свои мысли. Он глупые мысли свои озвучивает. Его сейчас избили туда-сюда, он сейчас непопулярный. Но он озвучивает свои мысли, он не озвучивает методички. А Соловьев вот написали, он озвучивает. Он завтра и деньги ему платят хорошие. А почему? Ему написали, вот он разговаривает вот так. А если я скажу, вот ты завтра скажешь, что Бандера вот плохой, такой прекрасный человек, все остальное, он все будет делать. Это пропагандист. Подождите, пусть будет как хотите, но Соловьев это шоу. Власть всегда скажет, он нас не представляет. Власть может такое сказать. Это раз, это шоу. Понимаете? Пропагандист, вы понимаете, что такое? Наберите в гугле, кто такое Соловьев. Пишет пропагандист. В Гандиксе пишет пропагандист. Как бы оно ни было, это шоу. Теперь я вам сравнение приведу. Смотрите, сейчас Беньямин Натаньяху, премьер-министр Израиля, конкретно, я закончу, конкретно заявляет, с Хамасом договариваться не будем, мы будем его уничтожать. Это заявление премьер-министра. То есть, зачеркнул все возможности на переговоры. То есть, мы с вами не говорим от слова вообще. Понимаете? Идут ковровые бомбардировки сектора газа. У вас правительство Российской Федерации такие заявления не делает. Не делает, что мы не будем ни с кем из вас договариваться, мы будем бомбить, пока не победим. Таких заявлений нет. Вот вам разница. Если вы эту разницу не видите, я не знаю, как вам еще показать, какую разницу. отвечаю. Отвечаю. Вот вы отец, у вас есть дочь. Нет, я не хочу. Вот это я не хочу. Отец, дочь я не хочу эти параллели. Извращенец изнасиловал вашу дочь. Вы как отец, подождите, вы как отец скажите, извращенца нужно уничтожить. Это правильное решение. Извращенца нужно уничтожить. Если вы извращенца не уничтожить и он будет дальше насиловать 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 значит общество чтобы жила свободно спокойно извращенцам нужно ликвидировать вот некая вот этот президент как и не каньяху не к не президент это премьер-министра ну вот о вот я его слова поддерживает а почему вы его не поддерживаете извращение с должен прекратить существование потому что он будет дальше и насиловать что вы мальчик поднимаете вот эти слова подождите извращение может находиться среди цивилизованных люди зачем вы мне вставляете слова которые я начал зачем вы мигать я поддерживаю не по я поддержки не поддержки вообще ничего не сказал я вам правил параллель конкретную вот заявление одной стороны по отношению к другой стороне таких же заявление с этой стороны по отношению к другой стороне я не слышал я вам просто провел параллели вы мне спустились на какую-то дочь какую-то изнасилованную какие-то вы по-моему ощущаю что добра лицам у него слова вы должны ну я такой пример привожу чтобы вам было понятно не на другую бой со словами нет ни как нет яху я их поддерживаю потому что вот этот пример вам вы знаете я вам скажу такую вещь что на таньяху о вас даже не знает поэтому слова вашей поддержки мы вообще по барабану даже слова поддержки вашего главного начальника и мы тоже по барабану потому что помочь вы в любом случае ничем не можете чем вы можете не вы должны его поддержать тоже слова потому что я делаю как я считаю нужным я никому я живой пример ну вы чтобы делали с этим извращенцами если он изнасиловал вашу дочь что вы с ней я не буду говорить это неправильная параллель я не гон имеет право на существование вот если извращенец изнасиловал судор он имеет право на существование вот скажите меня здесь прям вы знаете вы своете и вот оставьте для кого-то вот для люмпинов да вот эти свои параллели они мне не нравятся я не хочу вообще такие параллели право понятно значит не будем отвечать зачем нравится вам извращенца как хотите поменять и мне то значит вам нравится извращенцы будем понимать вот так ладно будем заканчивать уже долго рассказывать вы мне нравится давай я что старался доказывала там уже посмотрим как ну слушайте как этот что там с этим скак вы говорили крым возьмут что там с крымом то ну крым и возьмем это как бы сто процентов что я рассказывал с крымом мы возьмем когда он сроки которые в от меня требуют когда и что ну передел мира происходяне так быстро это все формироваться трансформация кольцо и вот здесь к тому что вот сейчас вот американцы не дают помощь украины а куда они денутся и куда они вот на этой нотке мы и закончим удачи вам спасибо счастливо блаженный и тебя вылечит и тебя тоже вылечит и меня вылечит